Вы знаете, что интересно? Зачастую мы используем программы и методики, которые придумали, испробовали, испытывали и предложили на Западе. И чаще всего мы говорим о том, что Меккой и самыми лучшими людьми, особенно теоретиками и практиками силового тренинга, культуризма, это являются западные специалисты. Но вы знаете, что самое интересное? На Западе, кстати, бытует другое мнение. И вот сейчас там есть фраза, которую все чаще и чаще повторяют. Если хочешь быть сильным и мощным, ответ спроси у русских. И вот вашему вниманию мы предлагаем суперпрограмму профессора Юрия Верхошанского. Итак, чем выше спортивный рекорд, тем сложнее его улучшить. Если применить эту невеселую парадигму из области профессионального спорта к культуризму, то звучать она будет так. Чем больше ваша мышечная масса, тем сложнее прибавить к ней пару лишних килограммов сухих мышц. Не думайте, что данное правило относится лишь к чемпионам Олимпии. Статистика неумолимо свидетельствует, что любитель, взобравшийся на средний уровень, обычно там и остается, так и не сумев прорваться к экстремальным мышечным объемам. Победа достается лишь редким единицам, которые потом из года в год мозолят глаза зрителей на соревновательных подиумах, не имея серьезных конкурентов из многочисленной любительской среды. Казалось бы, все это противоречит объективной логике культуризма. В сравнении с новичком, атлет-середняк обзавелся исключительной силой, опытом, без устали ворочает на тренировки неподъемными весами, а если так, то почему его мышечная масса стоит на месте? Ну что ж, развенчание мифа. Разгадка в том, что рост силы не подчиняется линейному росту рабочих весов. Как раз по этой причине в профессиональном спорте не оправдался залихватский девиз с начала 70-х годов. Хочешь победить соперника – тренируйся больше, чем он. Этот умозрительный образ в итоге породил больше спортсменов-инвалидов, чем спортивных рекордов, и заставил задуматься Юрия Верхошанского, бывшего выпускника знаменитого Государственного Центрального Института Физической Культуры в те дни тренера и начинающего исследователя проблем физического воспитания. Следуя в подготовке учеников окостеневшим схемам, Юрий Верхошанский на своем опыте убедился в их ошибочности. Да, советская тренерская школа дала миру немало чемпионов, однако не столько в силу правоты избранного пути, сколько вопреки ему. Благодаря системе государственного отбора ряды спортсменов пополняли генетические уникумы. Они успешно выносили необоснованно большие физические нагрузки, да еще умудрялись и выигрывать медали. Однако прошло немало лет, прежде чем Юрий Верхошанский отыскал верное решение и стал признанным мировым научным авторитетом в области спорта. Ну, впрочем, обо всем по порядку. Начало. В 60-е годы Москву триумфально посетил Ганс Селье, отец науки о стрессах. Его идеи глубоко, революционные для своего времени, захватили Юрия. Селье учил, что любое стрессовое воздействие на организм запускает каскад приспособительных реакций, называемых в целом адаптацией. Этим реакциям, преимущественно гормональным, нельзя мешать. Наоборот, им нужно способствовать, иначе организм не выдержит тяжести стресса и сломается. Если применить учение Селье к спорту, то выходило, что любая тренировка – это стресс. Но сам тренировочный режим следует приспособить к естественному биологическому ритму адаптации. Эта простая мысль была встречена оппонентами Верхошанского в те годы, уже профессора кафедры тяжелой атлетики в штыки. Советские спортсмены тренировались по принципу «всего понемногу». К примеру, спринтер, отточив в первой половине дня свои беговые навыки, брался после полудня развивать силу упражнениями со штангой и всякий раз тренировался с одинаково предельной интенсивностью. Верхошанский заявил, что беговые и силовые упражнения являют собой разные виды стресса, а потому организм отвечает на них разными гормональными реакциями. Таким образом, смешивать разноплановые физические нагрузки никак нельзя. Их нужно практиковать раздельными циклами, чтобы упражнения разного типа не стопорили взаимную адаптацию. В наш век предельной спортивной специализации подобные мысли давно стали общим местом. Однако они не сделали имя Юрия Верхошанского известным во всем мире. Подлинно планетарную славу принесла ему разработка принципиально новой схемы тренировок, учитывающий природу адаптации к стрессам, а потому безошибочно срабатывающий даже в самых тяжелых случаях спортивного застоя. Речь идет о так называемой блоковой системе. Вы занимаетесь короткими месячными циклами, подобными строительным блокам, которые ставят один на другой. В итоге ваши спортивные результаты повышаются от месяца к месяцу, как растет строящееся здание. В основе системы лежат два постулата учения о стрессах. Первый гласит, что адаптация к стрессу носит ступенчатый характер. Проще говоря, вам нельзя сорваться со старта на самой высокой передаче. Сначала придется воткнуть первую, потом вторую, ну и так далее. Другой тезис говорит о том, что адаптация к стрессу имеет инерцию. Даже когда стресс закончился, организм еще какое-то время сохраняет в себе полезные приспособительные навыки. Согласно Юрию Верхошанскому, любой тренировочный цикл должен включать в себя три этапа. Первый, обозначаемый буквой А, он называется вступительным. Данный этап служит своего рода увертюрой к главному этапу, когда силовые нагрузки становятся запредельными. Если бы такие нагрузки вы практиковали с первого дня, то не получили бы взамен никакой мышечной массы. Сверхтяжелые упражнения стали бы тем чрезмерным стрессом, который нокаутирует организм и переводит в состояние перетренированности. Однако, по завершении первого этапа вы обзаведетесь тем высоким уровнем анаболических гормонов, который сделает стресс второго этапа не только посильным, но и плодотворным. Стресс Б не только не подорвет вашу гормональную систему, но запустит механизмы уникальной пластической адаптации. Чтобы приспособиться к силовым нагрузкам, ваше тело уже не будет перенапрягать нервную систему, а начнет активно растить свою мускулатуру. Если продлить этап Б дольше месяца, то стресс станет избыточным, и мышцы начнет разъедать стрессовый гормон кортизола. Казалось бы, завершив второй этап тренинга, мы ставим точку на прогрессе мышечной массы. Однако анаболический процесс, как форма адаптации к счастью, не имеет инерцию. Чтобы она не заглохла спустя 1-2 недели, ее нужно поддерживать особым тренировочным циклом С. Речь идет о намеренно низких нагрузках, которые носят тонизирующий характер. Благодаря стимулирующему циклу С, вы будете растить мышечную массу и силу еще 4 недели подряд. По завершении цикла придет пора ставить новые рекорды. Они будут отправной точкой для нового трехмесячного периода тренировок, который снова принесет вам прибавку мышечной массы. Итак, по порядку. Блок А. Активизация гормональных ресурсов. Первый этап включает 4 силовых тренировки в неделю, тогда как 3 других дня посвящаются аэробике и работе с прессом. Рабочие веса в базовых упражнениях вычисляются относительно разового максимума. Этот максимум следует выяснить путем рискованных единичных попыток, требующих специальной экипировки и помощи страховщиков. Примените формулы исчисления разового максимума, исходя из максимального результата в 5 повторных сетах. В дополнительных упражнениях используйте веса, которые позволяют выполнить последний повтор сета идеально технично. Что касается аэробики, то разрешен любой ее вид от бега до плавания. Главное, чтобы ваш пульс оставался в рамках заданного интервала 120-130 ударов в минуту. Такой вид аэробики ускоряет восстановление после силовых упражнений. Каждую кардиосессию завершайте статическими упражнениями для мышц пресса. Тщательно разминайтесь перед силовой тренировкой. Между упражнениями отдыхайте до полного восстановления сил. Все силовые упражнения базовые и вспомогательные выполняются в одном режиме – медленно и подконтрольно. Сейчас на вашем экране схема тренинга. Итак, рабочие веса вычисляются в процентах от вашего разового максимума в упражнении. Блок Б – стимуляция роста массы и силы. Здесь вам придется заниматься дважды в день, три раза в неделю. Еще дважды в неделю вам предстоит проводить кардиосессии. Они носят рекреационный характер, то есть помогают восстановлению. Помните, между силовыми тренировками требуется продолжительный отдых не менее четырех часов. Лучше, если интервал отдыха составит не менее шести часов. Здесь вам тоже полагается два-три дополнительных упражнения. Однако выбирать вы будете по своему вкусу. Речь идет об односуставных движениях в стиле пампинга. Причем в каждом дополнительном упражнении только один сет. Между сетами одного упражнения вам требуется полное восстановление сил. Интервал отдыха удлините до четырех минут. Вдоволь отдыхайте, иначе усталость не даст вам проявить максимальное силовое усилие. Сейчас на вашем экране схема тренинга. Здесь также рабочие веса вычисляются в процентах от вашего разового максимума упражнений. Блок С. Реализация максимального потенциала. Правило требует резко сократить объем тренировочной работы. Вы будете по-прежнему заниматься дважды в день, но уже только два раза в неделю. Силовые сессии включают только базовое упражнение. Дополнительным упражнением отводятся две другие тренировки. Они включают не более двух-трех изолирующих упражнений, выполняемых в одном сете. Режим тренинга – пампинг. Важное место на данном этапе тренинга отводится аэробике. Она является стабилизатором положительных изменений в организме. Причем кардиосессии нужно проводить дважды в день. Опять же с перерывом в 4-6 часов. Помните, на этом этапе вам особенно противопоказаны любые стрессы. Так что ложитесь спать вовремя, избегайте любой нервотрепки, делайте массаж и сидите в сауне, но не часто. В завершении этапа вам следует провести тестовые испытания силы. Она возрастет значительно. Причем тестировать силу в жиме лежа и приседах следует, применяя формулы расчета для 5 повторных сетов. На ваших экранах схема тренинга. Здесь также рабочие веса вычисляются в процентах от вашего разового максимума в упражнении.